С понедельника по пятницу с 8 до 10 вечера в программе «Живые» на своем радио появляются живые люди, живые музыканты, живые настолько, насколько им позволяет сегодняшняя ситуация в стране, ну или в их личной жизни. Коллектив, который сегодня представит вам целых два часа своего творчества, многим из вас может показаться незнакомым. Я пока не продаю интригу, но для того, чтобы сделать музыкальную заявку, и те, кто нас слушает сейчас, могли понять, надо ли им эти два часа проводить с нами, или, может быть, лучше чаю с ромашечкой и баиньки, надо сыграть что-нибудь для начала. А после того, как вы сыграете первую песню, естественно, познакомлю каждого из вас с аудиторией, а потом, соответственно, и аудиторию с вами. Давайте сразу зажжем, а дальше уже начнем наши разговоры. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Микрофон не путай. Погнали. Микрофон не путай. Погнали. Золотые города ослепительного света. Мы уходим навсегда. Без обратного билета. Планета. Моя планета. Моя планета. Золотые города. 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 Планета. Подожди, не улетай. Не дописана страница. Золотая монеталь. Мне снится, все снится. Золотая монеталь. Золотая монеталь. Золотая монеталь. Золотая надаль. Золотая improved bit sh certified. Золотая тонет対忍. И очень снится. Даль, 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 всё снится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Незаконченный куплет Только половина песни И неважно, сколько лет Жалко только, что не вместе Не вместе В том месте Которого нет 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 В том месте Нет Золотые города Каратан 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 Города всего, мне хотелось бы разобраться с названием, потому что, читая его, я вижу двойной смысл. То ли Демидов Энд, то ли Демида Бэнд. То ли Демида Банда. Демидов Бэнд. Демидов Бэнд. Да, Демидов Бэнд. Только там одна буква Би. А там как бы так все придумано. Ну, понятно. Демида Бэнд. Понятно. Но, собственно, Александр Демидов дирижер коллективный. Дирижер, заслуженный артист Российской Федерации. Надо наблюдать за тем, как он поет. В общем, он успевает и петь, и дирижировать музыкантами, и распоряжаться, собственно говоря, видимо, техническими службами одновременно. Еще держать связь с театром, кино и телевидением. Это, конечно. Тем, кто не очень понимает пока, о ком речь. Кто это? Кто ты? Знаете, квартеты наверняка. Вот одна четвертая часть квартета. И, собственно говоря, Саша Демидов сегодня представляет свое музыкальное творчество. Надеюсь, вам это понравится. Должно вам это понравиться, я сказал. Нет, пока нет. Я сказал. Народ сразу стал интересоваться. Я сказал. Увидев анонс, увидев фотографию, где есть очаровательная блондинка-девушка, стали спрашивать, не понял я, а что это девушки нету в студии, а почему девушку съели, что ли? Куда делен коридор цветков? У ее мужа Виталика, где девушка? Почему? Почему не взяли с собой? Она едет. Нет, этот микрофон бессмысленен. Да, да. Ну, дело в том, мы не будем открывать тайны. Хорошо. Она сейчас занята. Хорошо. Хорошо. Занята. Давайте будем коллектив представить. В чем? На 8 месяцев. Я догадался, что, в общем, скорее всего, проблема именно... Не проблема, а счастье именно в этом. Не мог потерпеть, что ли, до сегодняшнего эфира хотя бы? Что ты, ей-богу, как маленький. Ну, не знал разу. Надо же было показать коллектив в полной красе. Гитара Виталий Сущанский. Можно вот к микрофону сразу один раз за эфир хотя бы, да, подойти поздороваться с людьми? Добрый вечер. Смотри, у него получилось. Бас-гитара... Он съел коридор. ...Ели Тренькин. Здравствуйте, друзья. Очень хорошая фамилия для гитариста. Тренькин. Спасибо. Ну, правда. Она, в общем, от природы... От рождения сразу. Он был рожден гитаристом. Как говорили бабушка, что-то Тренькаешь-то играть, да? Ударно. Вот басист был представлен. Теперь вторая часть ритма секции — это барабанчик. Всегда барабанчик у нас в выделенном положении. У него свой домик хоть и стеклянный. Свой собственный микрофон. Виталий Савельев. Всем привет! Что ты так орешь-то? Я думал он просто отключил. Он немножко... Он же барабанчик. Он же не слышит. Лампочка горит. Видишь, лампочка горит. Значит, он включал. У него свой олимпийский. Ну, собственно, вот это и есть Немидов Бенд, коллектив, который сегодня, я надеюсь, порадует вас не только музыкальным творчеством, но еще и составляющей чисто человеческой, потому что люди веселые, люди улыбчивые, горящие глаза — это тоже очень важно, между прочим. Давайте так, сообщу я сначала, как с нами связываться. Если что, вдруг вы захотите какие-то вопросы задать. 4647 — это короткий номер для смс в ваших. 4647. 4747. Сначала пишите свои, делаете пробел, а потом уже адресуете какие-либо свои эмоции и впечатления. Группа ВКонтакте, официальная группа своего радио, там давно уже висит анонс. В анонсе название коллектива выделено синим. Значит, активная ссылка. Кликаете, оказываетесь у них в сообществе, а там, ну, понятное дело, вся информация необходимая для того, чтобы понимать, где коллектив играет, какие концерты, какие туры. Тур Хейердал. Да. Это большой тур Демидов Бенд по России. Он так и называется. Тур Хейердал. То есть в этом слове Хейердал нужно разделять два понятия. Кто дал, кому и зачем. Не забывайте Хейердал, да. На сайте своерадио.фм сверху есть плеер, в котором онлайн-аудио это, соответственно, слушать, онлайн-видео это, соответственно, смотреть. Кликаете на ссылочку онлайн-видео и оказываетесь в картинке, которую нам представляет Планета.ру. Спасибо им огромное. Там же, кроме картинки, есть еще и чат, где тоже можно отписываться. Лидия Скопич, у меня нос чешется. Ты ничего со спиртного с собой не взял сегодня? Нет. У меня так нос чешется не обнял. А Лидия Скопина... Я могу сбегать. Давай, я пока поговорю, мать низ. Не попу, стой. У меня есть текст. Лидия Скопина пишет. Нифига себе, смотрела, смотрела, не обозналась ли, а потом еще комментарии читала. И точно вообще обожаю Квартиру. И все их фильмы пересмотрены по нескольку раз и разобраны на цитаты, в особенности День радио и День выборов. Ну, это понятно. Понятно. Понятно, почему именно они. Могу сознаться, что вот Юля, продюсер программы, фильм День радио и День выборов. Любой праздник. Любой праздник. Ты, конечно, прости. Да. Я тихо ненавижу эти фильмы. А она любит. Я понял. А она любит. Золотые города. Правильно она называлась песня? Да. Я думал, что я не обознаюсь, потому что так часто рефреном эта фраза повторялась, что, в общем, трудно спутать. Санечка, давай вот мы чего начнем. Что, тебе мало театра, что ли? Мало. Ну, то есть театр... Театр, как раз, много у меня уже. У меня мало музыки и другой активной деятельности в других направлениях. Я немножко подустал от театра, уже сто раз это говорил. Мне ни разу. Ну, первый раз. С премьерой. С премьерой новость. С премьерой. С премьерой новость на своем радио. Да. И я устал от театра. Точка. Все. Все. Это заголовок. То есть, я так понимаю, в этой фразе есть некий сакральный смысл. Очень скоро может стать квартет, стать трио, что ли? Нет, нет, нет. Никуда не ухожу. Это моя основная деятельность. Основной вид работы и заработка, и вообще основные мои люди, с которыми я уже 25 лет вместе. Близкие, одни из близких. Поэтому я просто решил поднакачать другие мышцы. Я пишу песни 20 лет, квартету 20 лет. Я песни пишу 20 лет. Просто когда-то так получилось, что я это стал выносить на более широкую публику, а дальше появились клубы и какие-то гастроли, появились музыканты, которые со мной вместе занимаются тем, что мне нравится. Я в музыке черпаю ту энергию, которую мне стало не доставать в театре. Доставить на сцене и в кино. Да, да, и в кино. В кино тоже хочу расширить свою фильмографию и выйти тоже за рамки квартетных фильмов. За рамки того образа, который ты там несешь. Ну да. Ну такой придурковатый слегка образ. Абсолютно, да. На самом деле, вот я знаю просто, Саша, некоторое время, познакомились с тобой не вчера, понятно, и могу сказать, что для меня был не то чтобы шок, я сам человек театральный режиссер по профессии, но все равно было некое откровение, когда я привык к его образу в театре и в кино, и вдруг я увидел перед собой серьезного, озабоченного чем-то важным человека, причем с таким взглядом, на который не ответить реакцией, в чем проблема, невозможно просто. Невозможно просто. Надо вот что сказать, важное, мне кажется, прежде чем еще следующая песня прозвучит, мне кажется, это было бы любопытно знать тем, кто это не знает. Заканчивал ГИТИС? Да. Чей курс? Коровин. Коровин, да. Коровин. Учились вы там все вместе с теми людьми, собственно, с которыми ты работаешь уже 20 лет. Да, да, да. То есть 5 лет еще можно присоединить к 20-летию творческой деятельности, еще 5 лет института. 5 лет института. И общежитие на Трифоновской. Это очень важный момент. Да, я понимаю, да. Я понимаю. То есть получается 25 лет уже вместе. Да. В институте и после института 20 лет. Мы группа, 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 говоря. Группа, говоря, группа. А скажи мне, тоже вот очень любопытно, сколько знаю я семей театральных, люди больше чем 5-7 лет совместно не живут в паре, если он актер, она актриса. Как вам 25 лет удается уживаться вместе? Не знаю, очень разные, очень разные, очень каждый, ну, не хочу хвастаться, какой-то самобытный, сам себе на умею, при этом дополняю структуру. Ты сейчас не о себе, ты же о них. Я о них, да. Ну, конечно. Они самобытные, я так себе. Да, конечно. Очень простой парень. И, в общем, все непростые парни из разных городов, социальных слоев и, в общем, всего-всего разного. Сотканы. И до сих пор, нет, у нас были периоды расставания, хлопания дверями и кидания стульями, вот, но мы их пережили, как, грубо говоря, семья, о которой ты говоришь, мы себя очень часто сравниваем с семьей, переживает измены, разлуки, расставания. Предательство. Вот. И как-то перешли к компромиссам. Ведь любовь, она заканчивается в любом случае, да? Что остается? Либо разборки, скандалы, крики и ужасы, да? Либо остается уважение. Любовь не заканчивается, если она есть. Она может. Она приходит в другое качество немножко. Она становится немножко другой. Я поправил, именно верно. Именно в другое качество. В уважение, в какие-то годы, в какие-то уже, ну, сосложившиеся там традиции и так далее. Вот у нас все это переросло. И сколько бы мы сейчас не виделись, мы всегда, если мы собираемся, опять хоп, кто-то начинает баловаться и все пошло. И мы уже опять, хотел сказать, двенадцатилетние, восемнадцатилетние ребята, выступившие в театре Алиинститута. Ну, это круто. Надо петь дальше. Что это будет? Это будет песня «Не виновата», которую мы сейчас испоем и которая, собственно говоря, затрагивает какие-то проблемы, с которыми я уже все решил. Вот. Окей. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Демидов Бэнд. Погнали. «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о» Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ В жизни есть печаль и место А ты была мне дорога А парня бросила невеста И наставила рога Ты передо мной не виновата Ты передо мной не виновата Хоть была и не права Ты передо мной не виновата На куски б тебя порвала И никто не застрахован А со здоровьем нет дуга А ты в постели был прикован А потому что бросил друг Ты передо мной не виноватый Ты передо мной не виноватый Хоть и был со мной неправ Ты передо мной не виноватый Ты передо мной не виноватый На куски б тебя урвал Ой-о-о, ой-о-о, ой-о-о А в жизни всякое бывает А ведь она то, она и жизнь А нас порой не понимают А хоть об стенку расшибись Но вы передо мной не виноваты Вы передо мной не виноваты Хоть и были не правы О-о-о, вы передо мной не виноваты Все передо мной не виноваты На куски б вас разорви Вы передо мной не виноваты Все передо мной не виноваты Хоть и были не правы О-о-о, вы передо мной не виноваты Все передо мной не виноваты На куски б вас разорви Ой-о-о, ой-о-о, ой-о-о Ой-о-о, ой-о-о Ой-о-о, ой-о-о, ой-о-о Я зато люблю Ивана, что головушка кудрява Бородушка кучерява Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э Спасибо Почему-то на этой песне вдруг вспомнил Казаки, нет, я не выйду 46, 47, это короткий номер для ваших смс-чек Сначала пишите свои, затем уже пробелись Потому что хотели бы адресовать сегодня музыкантам Может быть ваши вопросы, эмоции, какие-то впечатления Саш, нужно немножко о музыкантах, мне кажется, рассказать Было бы это справедливо Ребята у тебя хорошие, талантливые Значит Но все случилось Началось с Карины Которой сегодня нет Это мой приятель Рома Любомиров Мне нужна была бэк-вокалистка И он мне привел Карину Цветкову Мне все очень понравилось, как она поет И она прекрасно выглядит И вообще хорошая девчонка Сегодня, к сожалению, нет с нами Еще 8 месяцев не будет, я уже помню Ну там поменьше осталось Короче говоря, она потом привела Виталика Сущанского Своего гражданского И теперь уже официального мужа Игрались, короче А они все из Новосибирска Потом Виталик привел Юру Тренькина Виталик Сущанский Это гитара, это провода Это аранжировки Это коммутация, это человек вообще музыка Вот Значит, Юра Тренькин Автор песен у некоторых вместе со мной Это совершенно новый состав Они вообще два друга У них была своя группа в Новосибирске Вот они решили приехать завоевать Москву С моей помощью Вот, значит Вот, я им всячески помогаю На любых концертах стараюсь Чтобы они пели что-то свое Так же, как и Карина поет Свою песню тоже пишет То есть у меня ребята все творческие Ну, не ребята уже Уже мужчины настоящие Вот И мы с ними как-то попали в одну волну Ну, барабанщик это вообще отдельная история Он живет своей жизнью Но... Это заметно Но имеется в виду своей бурной жизнью на сцене Хотя тоже совмещает работу со мной Если еще нет Какими проектами Успешными достаточно И Виталий Савельев Он кричит всегда Олимпийский! Ну, мы дойдем до этого Вот Значит И вот Когда мы Мы перебрали 8 барабанщиков Или сколько там 10 8 8, 10, 12 Вот такая разница Вилка от 8 до 12 Вот И наконец нашли своего Он был 13 Счастливым Я шучу Я шучу Тятый Что-что? Я всем говорю десятый Десятый Виталий, извини, что тебя обидел Это я просто шучу Я же артист комического жанра А то скажут Пришел петь о смерти, о любви, дурак Мы же ждем Сашку Демидова Смешного парня из Рязани Просточка, дурачка День выборов 2 А сейчас снимаю Вот Заметь, я молчу Поэтому Вот вся эта команда Которую я перечислил И даже Карина Цветкова Которой нет Она тоже в команде Она с нами Мы все ждем Ждем ее не одну Да Вот Такое вот То есть молодая кровь Была влита ими в меня А моя старая в них Вот 44-летняя Ну тоже нормальная Нормальная кровь Еще Вот Свежая Не свежая И получился такой Вот Такой Какой-то такой Коктейльчик Под названием Группа Демидов Бен Которому уже год И Пока До вот этих Разводов Скандалов Еще далеко Там как ты сказал 5 лет Да Ну то есть Мы нормально В общем Вот Поэтому думаю Что какое-то время Мы продержимся Я бы хотел Чтобы как можно больше И не продержимся А творческо Существовали И любили друг друга В хорошем смысле этого слова Вот Поэтому вот такой Состав Такая группа Пока все Дышим Одним и тем же И Смотрим в одном направлении И мне очень приятно Что они Не просто там Бас-гитарист Гитарист Барабанщик Они все Разные И все Многослойные Мне это очень приятно Вот В театре И кстати Очень редко Я не хочу себя хвалить Кто-то выпячивает Или показывает Способности Своих коллег Всегда как бы Дайте мне крупный план Да Это же Любой театр Это такая За что я театр Ненавижу Да Осиное гнездо Даже наш там Квартеты Казалось бы маленькие Все равно уже разросся До 50 человек Уже есть тоже Свои всякие Разные линии Человеческие Человеческий фактор Вообще Основной Главный вопрос Любого коллектива Сколько бы он Не представлял себя Человек Вот Значит Вот такой состав Я благодарен им И мы друг друга Как-то так чувствуем И любим Над песнями работаем Долго Что не радует У меня к парням вопрос А когда-нибудь Слышали от него Столько добрых слов Сразу О себе В одну минуту сказано Ну иди уж говори Че попел Поперся уже Иди уже Да Постоянно Все наши музыцирования Все наше творчество Начинается именно С этих слов Вон оно как Поэтому я и думаю Нам всегда приятно Стоят они равнодушно Достаточно Слушают тебя Они уже привыкли Обычно просто Когда фронтмэн коллектива Начинает признаваться В любви своим музыкантам Я у некоторых Даже слезу наблюдал Либо пьяный Либо Нет Просто никогда Об этом слух Не говорилось Ну да А тут оказывается Такие отношения Теплые По-настоящему Неподельные Это круто Давайте дальше петь Что это будет Серьезно будет Грустная песня Ну потом перейдем К веселым тоже Называется она Обними меня Это тоже возвращение Вообще по моим песням Можно отследить Мою историю Всяких там Депрессий Исканий И так далее И так далее Моих радостей И горести Вот эта песня Про одиночество Ну такое страшное Одиночество достаточно Которое я никому Не пожелаю Ну собственно Остальное вы услышите И в тексте И в музыке Как всегда Живой звук В программе живые Здесь сегодня запоминаете Демидов бэнд Погнали Погнали Как бреду-бреду В тумане света не видать Не рубля в моем кармане Я один опять Светы Тани Оли Иры Верные друзья Тихо спят В своих квартирах Ну а как же я Я на них не обижаюсь Это все пустяк Я мозгами размножаюсь Прибавляю шаг Вот уже бегу Не чуя под собою ног Я один Би ночую Я не одинок Налетели Белые метели Я с тобой Не лягу спать Жили Были Про любовь Забыли Все сначала Начинать Обними Меня Обними Меня Обними 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 Меня Обними Меня Обними 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 Я над городом взлетаю В облаках парю В руки звезды собираю Вам их подарю С неба россыпью И скину Все отдам, что есть Скорчу вам смешную мину И останусь здесь Я на вас не обижаюсь Это все пустяк Я мозгами размножаюсь Прибавляю шаг Вот уже лечу Не чуя под собою ног Я всегда тянулся к небу Сделал все, что смог Налетели Белые метели Я с тобой Не лягу Спать Жили Были Про любовь Забыли Все сначала Начинать Обними 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 Меня Обними Меня Обними 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 И не нужно Оправданий Поздно Не смогли Классный был Отличный парень И кусок земли Обними Обними Hub Обними Обними Навер凡 Обними 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 Спасибо Знаешь, отслушаю тебя уже полчаса Заметь, я даже на время смотрю, сколько я тебя слушаю Складно звонишь Дурилка Я только анегрот вспомнил, помнишь анегрот про клоуна который пришел к доктору, к психотерапевту Вот мне кажется, это твоя история Наверное, да Твоя история, когда, да, ну что делать, если этот клоун я Всегда самый веселый человек Особенно, если мы говорим о веселье, которое наблюдаем в картинке, на сцене театра Либо в картинке, имею в виду телеэкран, в жизни человек весьма и весьма сложно мыслящий, мягко скажем Ну, не всегда, но часто Чаще всего, да Чаще всего именно так получается Но, кстати сказать, это и есть, наверное тот обязательный, что ли, прицеп который тащит за собой Каждый радующий людей человек Наверное Имея в виду на сцене и на площадке Наверное, соглашусь Ты Много песен об одиночестве Много песен о каких-то проблемах Но ведь ты не одинокий человек Вокруг тебя куча людей Интересных людей Ну, да, да, да Ну, все-таки Какую-то часть жизни Вы находясь вот в этой там Толпе или в окружении Или в компании Я себя чувствовал достаточно одиноко Сейчас это как-то уже осталось только в песнях Я не могу, пожалуйста, что я сейчас одинокен Одинокен Александр Одинокен Одинокен И внешний, и внутренний То есть я так наполнен, насыщен И мне хорошо Я к 44 годам обретаю, как мне кажется Ту гармонию Ту свободу И то ощущение Которое мне хотелось бы получать от жизни Ну, что касается гармонии Это вечная проблема Ты сказал В музыке только гармония есть Да-да-да Советская эстрада Я вдруг вот о чем подумал Сейчас не обессудь, что я заговорю о серьезном Давай Мы же так Уж извини Уж извини с тобой о серьезном Мало кто говорит Обычно Уж прости Фразу ты сказал, что любовь заканчивается Я ее переворачиваю в голове уже и так эдак Может быть, я внесу немножко сумятицу в твое сознание Но любовь, если это любовь, она не проходит Она остается в сердце человека Только она переходит несколько в другую, более умиротворенную фазу, что ли Умиротворенную стадию Не у всех это получается Вот Вот я и хотел сказать, что дается это не всем И где-то я читал давненько уже Что по-настоящему любить может не более чем 3-4% людей Вообще, в принципе Да, и не больше 3-4 лет Да, но нет, почему? Всю жизнь А самая, как бы сказать, идеальная любовь Любовь, которая возведена уже в абсолют Это любовь Иисуса Христа Который любил всех и прощал всем и все Но это невозможно Любой нормальный человек скажет Ну что, я сейчас на крест полезу, что ли? Так вот, что касаемо креста Тот крест, который ты несешь Крест творческого человека Крест музыканта Крест артиста Крест человека вынужденного Вынужденного иногда Находиться в ситуации, в которой Может быть, находиться и не хотел бы Я просто знаю, что такой театр Уж простее вырос в театре Лисовиде Когда ты понимаешь Что, может быть, сегодня не то настроение Может быть, сегодня Не так себя ведет коллега Партнер, который Ничего не понимает зритель Ничего не понимает зритель На афише написано Начало спектакля в 19.00 в 18.50 Должно прийти вдохновение Хоть убийся Оно, зараза, не приходит и не приходит Как этот крест вынести? Ну, как он выносится? Вот выношу, его несу Я не могу сказать, что прям тяжелейший крест Или какое-то страшное испытание Я же к этому сам шел И вообще, когда артисты начинают Любого жанра Говорить Ой, я так устал от профессии Это мой крест Ой, я устал от этой популярности Какого черта ты туда Шел? В общем, я человек честлавный Я это не скрываю Я человек, который Много чего видел в жизни И я как раз В эту профессию шел Чтобы получить внимание И не относился к ней Я не думал, что она потом будет Такой тяжелой Что она приведет меня К разным состояниям Вот несу И на самом деле Не надо делать Из этого какой-то такой трагедии То есть моего серьезного состояния И то, что на самом деле Я многослойен Или там двуслоен А не просто простой артист Надо просто как-то работать И верить в то, что ты делаешь Просто иногда В каких-то направлениях Эта вера заканчивается Так же, как в некоторых спектаклях Я сегодня не могу Я устал Ну, как-то Во-первых, коллеги Ты не одинок На сцене так уж точно Вот И тебя поддержат Тебе подставят плечо Вот Плюс еще и всегда идет Какой-то спектакль За кулисами Так же, как На музыкальной сцене Да-да-да На музыкальной сцене Когда ты работаешь Там час-полтора невозможно Отлучиться Ну, а здесь Когда ты выбегаешь Там не в своих сценах Там еще идет Второй спектакль Там тоже можно подзарядиться Вот, ты знаешь Я после школы тоже Пошел в армию Сначала, потом пошел в театралку Но Вот Наперекор всему Я тебе скажу Мама актриса И она Там есть масса проблем Со здоровьем, естественно Как у любого актера Который В это дело вкладывает Что называется Все себя Ей уже тоже было тогда За сорок Хорошо Вот приходит у нас репетиция Зеленая Я вижу, что она зеленая Она сама себе делает Внутривенный укол Какого-то успокоительного Для того, чтобы просто уснуть И так каждый день Ну И после всего этого Я пошел в театральный вуз Понимаете Вот Она мне таким образом Отговаривала, как могла Ну, я тоже не хотел Вот Я не хочу своих детей туда Да, я тоже не хочу Но в итоге случилось радио Опять же После того, как уже и закончил И работать начал Потом плюнул Он сказал, не-не-не Все-таки я не хочу так, как мама В результате Это как-то очень убивает Кстати, что еще спасает Замечательная профессия Я тебе скажу Вот здесь Да, обалдеть Сам себе уже все Мне уже стать уже Да, уже еще и радио Я намекаю тебе Я с удовольствием С удовольствием Надо просто как-то найти Свою радио Ты его уже нашел, дружище Отлично Я готов приходить к вам в гости В радио В гости Я сейчас на другом Давай-давай Я с удовольствием Хорошо Обсудим И, кстати, что еще спасает Заканчивая тему Я не считаю себя Настоящим артистом Знаешь, что я Настоящий артист Актер-актерыч Актер-актерыч Это вот Миронов Безруков Который там, играя Иисуса Там висит на кресте Или там, если он там играет Значит, там Кого-то он там потом сходит с ума Реально, они сходят с ума Это настоящие актеры Которые проживают Значит, погружение Погружение Вот я никогда не погружаюсь Мой мать, Владимир Сергеевич Коровин Говорил мне И всем нам Побезответственнее И в этом было не по А побезответственнее Ребят, то есть легче Легче Поэтому я никогда не прихожу И не ищу зерно роли Я никогда не прихожу Зеленый после репетиции Потому что я Безответственнее стараюсь Это питерская школа Не знаю Это школа представления Школа проживания Московская школа театральная Ну, может быть Школа представления Поэтому я, может быть Не по-настоящему Вот этот театральный такой Понятно В общем, не настоящий артист Не настоящий певец Вообще не настоящий Демидов Здесь сегодня Подделка китайская Игрушечная Ладно, дружище Давай петь дальше Что это будет? Еще одна серьезная песня А потом мы перейдем К любовной лирике И к юмору И вот Называется она Молись за меня Ну, собственно Все остальное Можно петь Да, можно петь Поехали Как всегда, живой звук В программе живые Мысли-мысли путает ветер Я уже давно На этом свете Молись за меня Мама, молись за меня Прожито полжизни Даже слишком Но живу Как маленький мальчишка Молись за меня Мама, молись за меня Нам время не перехитрить Из песни выброси в букеты Любви связующая нить На все вопросы даст ответы Груз ошибок Незамысловатых Мы с тобой Ни в чем не виноваты Молись за меня Мама, молись за меня Помоги пройти мне Мой тернистый Сложный путь К осмысливанию истин Молись за меня Мама, молись за меня Нам время не перехитрить Из песни выброси в букеты Любви связующая нить На все вопросы даст ответы Мама, молись за меня Мама, молись за меня Мама, молись за меня Дни бегут, мелькают лица Каждый день, как новая страница Молись за меня Мама, молись за меня Обрести пытаюсь неумело Я гармонию души и тела Молись за меня Мама, молись за меня Нам время не перехитрить Из песни выброси в букеты Любви связующая нить На все вопросы даст Даст, даст, даст Нам время не перехитрить Из песни выброси в букеты Любви связующая нить Любви связующая нить На все вопросы даст ответы Мама, молись за меня Мама, молись за меня Мама, молись за меня Мама, молись за меня Но я им благодарен Потому что мы с ними записали Два альбома И много материала осталось Аранжированного И сделанного вместе С этой группой За что я благодарен Ну красивые очень Переходы И неожиданные переходы Ребята да внесли И вокалом И своими уже Инструментами Что-то еще В эти песни В этот материал И они звучали по-другому Ну в общем да Звучат очень красиво Кстати Раз я уже заговорил О альбомах Сколько альбомов У группы Демидов Бэнд А у Демидов Бэнд Пока мы пишем Первый И он будет Как бы третий Мой альбом Но будет первый В группе год Этому составу Соответственно У нас уже Для альбома Наверное Ну третья часть Точно есть А остальная Уже практически Написана Сделана Ну когда ждешь? Я не знаю даже Когда ребят? Ну не через 8 же месяцев Ну Но я думаю К новому году Так и да Так и 8 Ну чуть-чуть меньше Получается Ну в общем Как только будет альбомчик Ты дай знать Я дам альбом Ну я и про знать говорю И про альбом Хорошо Значит тут народ Это действительно Очень активно Есть Рифат Акчурин Вот среди нашей аудитории Это очень хороший музыкант Группа 10 марта Гнесинская Между прочим Профессионал Я так пою Пишет Нифига себе звучат Не ожидал Респект Это говорит о том Что да Даже Гнесинка Одобряет то Как вы играете На инструментах А если мы говорим О звуке Которое сегодня В динамиках Наших слушателей То спасибо большое Сергею Гореву Звукорежиссеру Программа Живые Ну я всегда говорю Что звукорежиссер Это очень большая И серьезная часть Звучания Но ничуть не меньшая Часть звучания Это то как Звукоизвлекают Сами музыканты Это тоже О многом говорит Значит народ требует Бабу Галю Хоть ты убейся Хоть ты убейся Уже который раз вижу А где Баба Галя Баба Галя Я расскажу историю Маленькую Я выступал В одном клубе И там пришел мужчина Такого Выше среднего возраста Выше на нескольких сантиметров Среднего возраста И он Такой там Баба Галя С первой песни Баба Галю Конечно мы споем эту песню Мы работаем Мы зарабатываем Каждого зрителя По крупицам Потому что Ну моя музыка Она сложно Проходит До широкой публики И мы вам споем Конечно Вы нам важны Вот это ваша Вы знаете И короче Вот так как-то Концерт проходит И так завелся Что забываю эту песню И в конце говорю Спасибо Концерт закончил До свидания И мне рассказывали Он позеленел Он даже не смог крикнуть А где Баба Галя Он по моменту Ааа То есть я потерял Он меня проклял Я думаю Поставил там Свечку наверное Чтобы я сдох Ты так и не спел Я так и не спел А потом мне уже говорят Слушай А Баба Галя Что мы не пели Я говорю Блин Побежал А его уже нет Он уже умер То есть ты готов был Успеть ее лично Я готов был Я его искал Я хотел с ним покурить Поговорить То есть как бы Ну то есть Я просто Ну как Я чему так С каждым зрителем Для меня важен Иди в виду Дорогой мой Со мной у тебя Так не прокатит Не прокатит Не прокатит Ты мне напомнишь Я не забуду Через каждую песню А Баба Галя А Баба Галя Так значит Не знаю Бабу Галю Каюсь готов исправиться Ну понятно Кто-то не знает Кто-то знает Да меня плохо узнают Я думаю Я постриженный На 8 кг похудевший Многие сейчас не узнают Мне еще что-то Я с квартир Ты наверное даже Да ладно Нет Да перестань Все-то скром Ну в общем да Немножко Я понимаю конечно Я понимаю конечно Что можно спутать С кем-то другим Реально Но полагаю Что узнали тебя сразу И поэтому начали тут же гуглить И напоминать другим Кто это Что это Да как же так Вот фотографии даже Это же Дима Это же тот самый Это же квартир Ты Все в порядке Узнают Да это я А кстати скажи мне Вот вспомнишь ли ты этот момент Когда в первый раз тебя узнали Что это было Где это было Когда это было Когда тебе Может быть имя не знали Может быть не знали фамилию Но знали что ты из квартир Ну да У нас был первый спектакль Штампа И какие-то девочки Поклонницы видимо Которые попали на спектакль Шли по Тверской Я помню мы шли со Славой Или с Лешей И такие Ой-ой-ой И вы знали нас Я так прям ощутил У нас был один спектакль Дипломный Который мы потом Собственно с ним И открыли В 93 году Наш первый театральный сезон И наш театр В 93 году Начался с этого спектакля Его этого спектакля нет уже Но там Вот первый раз А вообще были такие узнавания Один раз подходит женщина Говорит Смешные То есть Ой Можно к вам подойти А мы реально Еще никому совсем были неизвестны Она говорит Ой только вот Извините Я просто Вы Это какой-то корпоратив Мне вели Значит я вот немножко выпил Так стесняюсь Вы можете дать автограф Ну конечно Вот так вот на телевидении Вы полнее Я думаю А мы на телевидении Вообще не снимались Я говорю Ну телевидение полнит Да Я слышал Говорит Я так и просто Я никогда бы себе не позволил Я прямо так Я так вас люблю Только скажите Вы Олейников или Стоянов Я написал автограф Стоянов Все Ну то есть Ну как Чтобы не озачивало Ну явно Демидов Какой Стоянов Демидов Я реально не расстраивался Так что вот бывали Ты была первая Ты мне напомнил Одну Одну Со мной историю Слезно Ну сейчас я сбегаю Я не знаю Пора бежать уже Когда мне говорит человек Вернее не говорит Пишет Спасибо Спасибо вам большое За те песни Которые я Ваши песни Которые я слушаю На радиошансон Вот у меня был тогда Абсолютный слом шаблонов Я пытался объяснять Что это Витя Чайка Я другой Но мне говорили Спасибо В любом случае Песни у вас крутые Я как крутой Это третий человек Которые ко мне Вообще никакого отношения Другое направление Так что да Забавно может быть Давай спеть Споемтесь Господа Еще что-нибудь Мы сейчас споем песню К сожалению Без Карины Без Карины Потому что Эта песня Дуэтная Кстати в соавторстве С Юрой Тринькиным Вот И значит Буду за нее петь тоже Там есть просто Женская партия И мужская Или мне Юра поможет Он пытается Он как минимум Будет пытаться Называется она Еще увидимся Вот Мы ее спели Еще в записи И снова на Гришаевой Но на концертах Конечно Исполняем с Кариной Вот И это очень здорово Вот Карина привет Если нас слышишь Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Демидо Бэнд Айфеля Отправляется Отправляется состав Как же мы с тобой Разлучают Разлучают города Друг от друга взгляды прятали в тишине И глаза твои печальные Смотрят на часы вокзальные И слова твои прощальные обо мне Сквозь вагонное стекло Наше время и стекло Стишься на проводниках И не важно, кто не прав Из расстроенных октав С трудами рваными сердца Стоп, крана, дим Еще увидимся, пока Уходя, уходи Без любви нет любви Хуже нет ничего Если нет ничего Если нет ничего Ошкинка Германия Водик Водик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же мы с тобою плакали На перрон слезинки капали Друг от друга взгляды прятали В тишине Их глаза твои печальные Смотрят на часы вокзальные И слова твои прощальные Обо мне ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие зажигательные парни, я тебе скажу Мы сначала хотели звать группу Юры и два Виталика Ну, кстати, да, это было забавно, когда они заходят в студию Один говорит, Виталик, я говорю, Семенка, Виталик, я говорю, кто? Я говорю, а он, он тоже Я ждал третьего Виталика Он заходил, тоже мне сказал, Виталик Мы хотели, чтобы он изменил имя Три Виталика Не-не-не, я имею в виду, что Юра, входят, сказал тоже, Виталик Да-да-да Слушай, вот какая интересная штука Аня Петрова здесь в ВКонтакте пишет Обалдеть, он поет, впервые узнал Ты понимаешь, как? Ну, да Ну, это приятно же, что узнала, как минимум Тексты и музыка вся твоя Да, ну, вот В новом составе есть Юрок, с которым мы несколько Вот еще увидимся, мы в соавторстве написали Еще одну песню с поэм, которую Написали с ним в соавторстве И сейчас еще несколько песен делаем Тоже с ним в соавторстве Что-то я Суавторстился Вот А вообще, в целом, музыка и слова мои А аранжировки уже И вот это вот То, во что превращаются потом стихи, положенные на музыку Это, конечно, музыканты, безусловно Виктор Торхов написал Каждый день их вижу, заходя на сайт Бинбанка Чтобы они... Каждый день их вижу Я сижу на сайте Бинбанка сутками Захожу, вижу МТС Где еще? Ну, МТС Значит, путешествие по Амстелу Интернет и рекламу Значит, было Потом Даф Мы импровизировали Тоже был хороший проект Но все наши проекты, они достаточно такие Ну, тоже Мы подходим непримитивно к этому То есть Обязательно стараемся быть Соавторами того, что нам предлагают Вот Чтобы как-то, ну, примитивная реклама Не знаю Не буду говорить там чего Ну, собственно, и все рекламы На самом деле Ну, это, во-первых, деньги И мы Мы вообще У нас жажда наживы в квартире Она, кстати, на первом месте Вот Это тоже разбавляет тот крест Который несет артист А что артист несет домой? Ты знаешь, я вспоминаю сейчас ролик Не ваш ролик Не с вами я имею в виду Старый-старый ролик Про средства борьбы с перхотью Я на всю жизнь буду это помнить Молодой человек, блондин Он играл перхоть Можешь себе представить? Сколько надо было заплатить человека Чтобы он согласился на эту роль Когда его смывают Он смывается в раковину Мне просто интересно Папа, ты актер? Да, кого ты играл? Перхоть Это вообще, в принципе, память на всю жизнь Мне кажется И гордость для детей На будущее Но на сегодняшний день Я не спрашиваю, естественно, никаких цифр Но это вполне достойные деньги Которые платят За рекламу Ну, вот теперь мы знаем Мы ведем свадьбы корпоративок Это понятно По телефону обращайтесь внимания В свадьбу ведем через скайп Через корпоративы по телефону Поэтому Нас могут в этом кто-то обвинить Мы достаточно к этому спокойно относимся Разделяя творчество Разделяя корпоративы Ну, везде оставаясь Квартетом И Или рекламу Стараемся ко всему подходить Так сказать По-настоящему Ну, скажи мне Вот эта история С тем, что вы везде вместе Никогда никто из вас Например, в рекламе Не принимал участия отдельно Нет, понимали Было такое? Было такое А по мне, так я вижу Все время вместе Ну, мы Ну, в основном Некий такой образ Квартет Квартет, и он будет Еще долго, я надеюсь И образ квартета И Он Никуда от него не деться И в хорошем И в плохом смысле этого слова Потому что это иногда И мешает тоже Потому что запел А все равно все думают Про квартеты Это нормально Я не собираюсь Как бы вот Сетовать на то Что вот Как я От театра я мог устать Но от квартета Как от бренда И от тех людей Которые его придумали И которые В этом состоянии В этом коллективе находятся Я не устал Скажи мне Есть какая-то Трехминутная песня? Ну, и так вот Примерно Навскидку Ну, Игнатий там Где-то минут 3-3, да Есть, да Ну, давайте мы Это час и закончим И уйдем на перерывчик Уже после нее Напомню Сегодня здесь Демидов Бенд Как всегда Живой звук В программе Поехали Ах, Игнатий Мой Игнатий Милый мой сынок Как же ты Родился кстати Как ты мне помог Принесли тебя В конверте Избылись мечты Меньше стал Бояться смерти Ведь теперь Есть ты Игнатий, Игнатий Пусть в жизни меньше Будет слез и прокляти Когда совсем Когда совсем уже Уйду на покой Ты мою песню допой Допой Любимый Мой Игнатий Ах, Игнатий Мой Игнатий Я тебя люблю Как Евпатий Калаврати Спас ты жизнь мою Держишь Держишь ручкою Держишь ручкою Мой пальчик Вот ты Молодец Был я раньше Просто мальчик А теперь Отец Игнатий Игнатий Пусть в жизни Меньше будет Слез и прокляти Когда совсем уже Уйду на покой Ты мою песню Допой Допой Любимый Мой Игнатий Ах, Игнатий Мой Игнатий Леток через цать Двадцать строк Моих симпатий Сможешь прочитать Стрелки побегут по кругу Ты не торопись Знай и помни Мы друг другу Подарили Жизнь Игнатий Игнатий Пусть в жизни Меньше будет Слез и прокляти Когда совсем уже Уйду на покой Ты мою песню Допой Допой Любимый Мой Игнатий 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 Сумей про жизнь И не дадей Не дадей Сломать себя Своей усильной рукой И нашу песню Допой Допой Любимый Мой Игнатий Напомню Сегодня в живых Демидов бэнд Коллектив Александра Демидова Квартия Надеюсь все знаете И помните Это в качестве Такого знателя Вводного В этом части Элемента Прежде чем вы Споете следующую песню Потому что пауза была И надо бы эту паузу Как-то так Оправдать Задам вопрос Мы сбегали Да Задам вопрос от Андрея Демяна Вот Как есть Никак не хочу обидеть группу И Александра в частности Но складывается ощущение Что песни не поются А читаются С растягиванием Некоторых звуков Это нехватка опыта В вокале Или стилистика такая Вы не подумайте Мне нравится Пишет Андрей Демян Это стилистика Плюс нехватка опыта Потому что я не позиционирую себя Как музыкант Уважаемый Андрей 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 Не знаю вашей фамилии Демян Я запомнил Навсегда Навсегда Да В общем Я забыл о чем хотел сказать Это стилистика Это стилистика Да Это стилистика Плюс нехватка опыта Я не позиционирую как музыкант А скорее как поющий артист Поэтому над вокалом я работаю А с другой стороны Вы вот вспомните Я не знаю сколько вам лет Андрей Демян Ты как говоришь не забыл Демян Андрей Значит Вспомните Как например Андрей Мирон вообще не умел петь Я сейчас не оправдываюсь Мне нравится Вот Как пел Папанов Как пел Марк Бернес Они тоже читали И пели душой Вот я как бы наверное Вот так скажу Я отвечу на ваш вопрос Вот А то что Я не стремлюсь быть каким-то супер вокалистом Наверное Это правда И никогда не стану Вот Я где-то Это горькая правда Это горькая правда Да Это фильм горько Три Вот Вот собственно я ответил Посмотрите на Вот тех поющих артистов Которые были известны И кстати не популярности А к чему я стремлюсь Вот именно добиться уровня Вот таких популярных И потрясающих Невероятных артистов Как Андрей Миронов Михаил Боярский Николай Караченцев Вот Кстати у последних Голоса были Ого-го какие Вот Надеюсь ответил Кстати не обиделся Давай пить Что это будет Ну собственно Второй час начали с квартета Еще раз скажу Квартет Основное Основное Место работы И вид деятельности Вот Где я уже 20 лет В том году Была квартета 20 лет И знаете У нас не только по фильмам День радио День выборов А еще по фильмам Разговор мужчин Вот Мы летом Приступаем к съемкам Фильма День выборов 2 Вот И песня называется О чем говорят мужчины Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Демидов бэнд Поехали О чем говорят мужчины О женщинах и о вине У них на это Есть причины Поговорить наедине Они говорят о футболе Любовницах и еде О том Что было смешного В школе Ну и конечно О жене А еще вспоминать Мужчины говорят О чем говорят мужчины О дружбе и о войне Говорят по делу и без причины И в общем-то не важно где Они говорят о детях И загородных домах О кино О смерти И о деньгах Ну или может о деньгах А еще вспоминают детство Общагу и институт Ты можешь в разговоре душою раздеться Хотя б на несколько минут Порою в подобных спорах Теряются суть и нить И втонут мужчины В своих разговорах Мужчины любят говорить У-у-у, мужчины говорят У-у-у, мужчины говорят У-у-у, мужчины говорят У-у-у О чём говорят мужчины? Да в общем-то обо всём У них на это есть причины Поговорить о том, о сём Они говорят о машинах Политике и стране А также о других, таких же мужчинах Ну и, конечно, о себе А ещё вспоминают детство Общагу и институт Ты можешь в разговоре душой раздеться Хотя б на несколько минут Порою в подобных спорах Теряется суть и нить И тонут мужчины в своих разговорах Мужчины любят говорить Ты не грусти Всё впереди Я не грущу Я пропущу О чём говорят мужчины? Да в общем-то обо всём У них на это есть причины Поговорить о том, о сём У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, тут человек спрашивает уже не первый раз, а почему в фильме твоих песен в таком случае? Почему нет? Ну, потому что я не музыкант, и когда у нас есть продюсеры Слава, Леша и Сережа Петриков, Слава Хаид, Леша Барац, которые занимаются именно подбором саундтреков, как это сейчас можно говорить, и не сейчас, а давно уже. Поэтому, конечно, берут фильмы раскрученных музыкантов, ну, опять-таки, в основном тех, кто на нашей волне, это наши друзья, это группа Би-2, это группа Несчастный случай, это группа Агата Кристи. Я до них еще не дорос, соответственно, не доросла моя музыка, видимо, в их понимании, да и я с ним, наверное, соглашусь, до фильмов. Хотя мы сейчас это направление пробиваем, и, надеюсь, пробьем, только, ну, уже в другом, в других фильмах музыка, может быть, будет звучать. Слушай-ка, давай-ка, наверное, о концертах поговорим. Когда ближайший? Может быть, вот сейчас кто-то заинтересовавшись, захочет... Ближайшие концерты 21 марта в клубе «Дума» в 9 часов, так что приходите. В апреле 9 в Центральном доме актера на Арбате. Вот, немного концертов, но они есть. Но есть. А информация об этом в группе ВКонтакте есть? Да, группа ВКонтакте, в группе ВКонтакте, в Фейсбуке. Вот народ там и посмотрит. На сайте ademidov.ru 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 Да, в одно слово. А ВКонтакте и Фейсбук, это группа «Демидов Бэнт». И там есть вся информация, 21 марта клуб «Дума», это вот ближайший... Не государственный, не перепутайте. Да, понятно, да. Туда не надо ходить. Я представляю себе твое выступление в Госдуме. Ну, они проснулись, я думаю, наверное. Я думаю, да. Я думаю, тогда депутаты сами начнут требовать Демидова на царство. Практически. Который шляпался в фальшивые монеты. Катюха Гулая, как она называется в ВКонтакте, пишет, «Ты можешь в разговоре душой раздеться, разве это не прекрасно?» Говорит Катя. Ну да, очень метафоричный. Кстати, что касается текстов, ты тоже, видимо, как и многие, делишь понятие текста и стихов. Да, конечно. Ну, тексты все твои, стихи пишешь, нет? Да, пишу. Я тут недавно открыл еще одну, ну, не скажу способность, но какое-то такое желание. То есть, вот мой концерт-администратор Лена Шапкина свела меня с одним журналом, где я, собственно, стал колумнистом и написал две колонки. Мне это очень понравилось. Там были некие такие чтения. Вот, я там что-то прочитал, мне дали даже возможность прочитать свои стихи, вот, чему я очень был рад. А может быть, сейчас? А да, я, кстати, подготовился. Он ко всему готов. Конечно. Хотя я не собирался об этом спросить изначально. А я реально, мы не договаривались, кто нас сидит и слышит. Я одно прочитаю, которое, мне кажется, где-то близко к тому, что называется стихотворением по-настоящему, потому что я не позиционируюсь, я как поэт. И вот сейчас Андрей Демьян позвонит, скажет, что-то он как-то шепчет слова. Или у него как-то пошепчили. Или, да, или там рифмы улица-курица. Вот, сейчас они прозвучат, кстати, Андрей, для тебя. Посередине улицы, тянущейся длинно, Приятно куриться, возраста середина. Мысли проносятся, доживули до ста, Морщатся, переносятся От солнца и возраста. Здесь ли остановиться, сменить ли место? Возраста моего граница мне неизвестно. Жизнь моя тихо курица, Чьи-то бегут мимо. Вьется моя улица Струйкой табачного дыма. Ну, хорошо, что предупредил, что будет рифма Курица-улица. То есть я был готов уже к этому, Демьян не знаю, А я точно был готов. Он, правда, Демьян, а не Демьян. Ну, чтобы ты понимал. Демьян. Рифма Темьян. Здесь Алексей Степаненко, что спрашивает, Давно хотел спросить, Александр, Из рода того самого Демидова, с Урала? Я с Урала, я родился в Екатеринбурге. Но к тому Демидову не имею никакого отношения, Потому что мои корни, Демидовские, Уходят как раз на Украину. Вот, а не оттуда, Демидовы, которые переехали. То есть ты все это проверял, да? Да, проверял это все, да. Я так пытаюсь восстановить свое древо. Вот, там, кстати, дальше идет слово, Которое, может, неправильно, Я все путаю, поэтому не буду продолжать. Вот, но древо, там, ты понимаешь, Что оно какое? Иногда путают слова эти. Ну, назови слово, А там дальше люди додумают. Не буду. Вот. Я не буду. Я понял. Тоже спутаешь его. Значит, поэтому они переехали во время Великой Отечественной войны на Урал, Потому что были хорошими специалистами, И, значит, мои там деды. И работали на военных заводах В поселке Калиново под Екатеринбургом. Это раньше назывался город Свердловск. Вот. И туда переехали, Там уже как-то основались, Остепенились, нарожали. И я там тоже где-то через поколение родился. Вот. Так что, вот такие Демидовы переехали. То есть не оттуда? Другие Демидовы. Да, Демидовы и другие. А Юлиусова спрашивает, Насколько для вас важен отклик на ваше творчество? Я не про группу, не квартет. А, я про группу, не квартеты. Группа недавно существует. Все это ново для публики. В соцсетях всяко можно написать. Вы это вообще читаете? Или, ну, его нервы дороже? Нет, я читаю и готов к любой критике. То есть, ну, мне отклик очень важен. Потому что, ну, вот почему это все выплеснулось. Вот, вот, в клубы, в гастроли, в радийные эфиры и так далее. Потому что, ну, мне как-то не хватало, стало не хватать уже двух-трех человек, для которых я это пел и которым я открывался. Захотелось. И в этом тоже дойти до какого-то определенного уровня. Как до этого дошел квартет. И мы же 12 лет бились, 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 бились и пробились. Так что, вот, сколько у меня еще? 11 лет с вами. Ну, а так в музыке мне, значит, еще лет 6 с вами. Вот. Кстати, тебе было бы интересно знать, где сейчас слушают сегодняшний эфир. В каких городах. Очень интересно. Окей. Ну, у нас любят народ эту игрушку. Она простенькая, примитивная. И, в общем, достаточно легко все проходит. И очень, кстати, постоянно напоминают мне. Перекличка. Пока будет звучать следующая песня, вы можете просто написать город, из которого вы сегодня слушаете эфир. А я потом всю эту карту, всю эту географию... Из двух городов перечислю. Да, из двух-трех городов. Ребятам, собственно говоря, красиво живопишу. Бабу Галю, давай. С удовольствием. Я не забуду. Шума-дуба, хали-гали, песенка про Бабу Галю. Поехали. Это «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня Димир Бэн. Я раньше был с собою в ссоре, писал все песни в ми-миноре. Другие времена настали, и я лечусь теперь у Бабы Галли. Нет, ну какие времена настали? Все можно вылечить у Бабы Галли, у ясновидящей, у Бабы Галли. Колдунь в шестнадцатом поколении рукой принимает мое настроение. Нет, ну какие времена настали, а я лечусь теперь у Бабы Галли, у ясновидящей, у Бабы Галли. Святая женщина, с ней новые снимают проклятия родовые Я был разбит, я был унижен Иммунитет мой был понижен Проблемы так меня достали Что я лечусь теперь у бабы Гали Нет, ну какие времена настали Все можно вылечить у бабы Гали Ой, ясновидящий у бабы Гали Лечь мне баба Гали взглядом никаких лекарств принимать не надо Нет, ну какие времена настали А я лечусь теперь у бабы Гали Ой, ясновидящий у бабы Гали Смотрит на меня она пронзительно Чувствуешь себя потом офигительно Все позади здоров, как мерен, как никогда Я в себе уверен, прошла тоска Ушли печали, ведь вылечился я у бабы Гали Нет, ну какие времена настали Все можно вылечить у бабы Гали Ой, ясновидящий у бабы Гали Колдун в шестнадцатом поколении рукой поднимает мое настроение Нет, ну какие времена настали А я лечусь теперь у бабы Гали Ой, ясновидящий у бабы Гали Святая женщина, с ней на вы Снимают проклятия родовые Нет, ну какие времена настали А я лечусь теперь у бабы Гали У ясновидящий у бабы Гали Колдун в шестнадцатом поколении рукой поднимает мое настроение Нет, ну какие времена настали А я лечусь теперь у бабы Гали Ой, ясновидящий у бабы Гали Вот только все мне давно узнали Сдохла старушка, нет бабы Гали Какая потеря, пойду к бабе Вере Не смог я вынести такой потери Теперь хожу лечиться к бабе Вере К святой послушнице старушке Вере Именем Господа нас исцеляет Чувств верующих не оскорбляет Ай, браво! Посвящает этому человеку Человеку, который не услышал эту песню Все по Станиславскому Не больше двух финалов песни Не больше двух финалов Сегодня здесь Демидов Бенд Я сейчас почитаю кое-что из того, что обещал Имею в виду географию А кстати, девушка из Канады Например, допишет Ох, заинтересовали Так как? Поставила себе в список эти фильмы на посмотреть Нормально Понимаешь, да? То есть теперь кто-то еще приобщится К творчеству твоего актерского Теперь поехали по городам Как и обещано было Сочи, Нижневартовск Режь Свердловской области Ижевск Енакиево, Донецкая область Ессентуки Кстати, в Енакиево провел полжизни Именно там, на Донбассе Так вышло Привет Александру и Семену из Франкфурта На майне Ирина и Сергей Передают нам с тобой Привет Привет Ты пока только в чате посмотрел Теперь дальше Камрад, это Молдова Щучья Яцава Барнаул Ульянов Сыфтывкар Монреаль Сыктывкар Когда я научусь произносить Монреаль, Канада Ухта Теперь Саша знает, где меня искать Пишет Андрей Демян Ухта Далеко Забрался, Андрюша Не найдешь тебя Арзамас Петропавловск Это Казахстан Курган Так Ижевск Семипалатинск Казахстан Привет всем Челябинск На связи Нефтьюганск Белореченск Краснодарский край Тверь Архангельск Студия своего радио Москва Пишет Андрей Машкарин Он здесь сегодня В студии находится Так Екатеринбург Семикаракорск Ростовская область Лондон Калининград Ростов Лондон тот самый Не удивляйся Я понял Сейчас штаты пойдут Подожди Перми Сальцы Новгородская Или Сальцы Что же я Сальцы Все время путаю С Сальцами Харьков Комсомольский Харьковская область Тихорецк Домодедово Новомосковск Тульская область Ниагаро Фоллс Нью-Йорк Ага Так А вот и Галя А это просто прописано Понятно Уфа Город называется А вот и Галя Уфа Балашов Рядом с Ухтой Саратовская область Балашов Тобольск Тюменская область Ну Человек пишет Игорь Анин пишет Не повесит ли в студии карту с флажками В городах Где слушают радио наглядно Так сказать пособие Я ему ответил Что это будет Глобус В принципе Тогда так просто неинтересно Тамбовская область Новосельцы Ну Черкасса Украина Ну слушайте Балакова Тверь Давайте поаплодируем И так далее Всем кто нас слушает Да Вот Таня Шишкова пишет А мне нравилась программа Мексиканские негодяи И конюх Федоров Ностальгия Помнится мы с тобой говорили На эту тему И в бытность С моим программным директором Нашего радио Хотел я возрождать В некотором смысле Эту историю Потому что она мне казалась И кажется до сих пор Одной из самых удачных Вообще в принципе В радиальном мире Имею ввиду Из межпрограммных Таких вещей Кроме музыкальных Ну это отдельная тема Ну это тоже отдельная тема А для нас это отдельный Тоже этап жизни И опыт хороший Опыт хороший И большой Вот что Смотри Если так вот Взглянуть на историю творчества Я имею ввиду сейчас Не только твоего творчества В принципе Упоминал с тобой сегодня Масса фамилий Интересных артистов Люди как говорят Что талантливый человек Талантлив во всем Ты готов согласиться с этим? Или все-таки поспоришь? Нет Поспорю Ну поспорь Ну поспорю Потому что Вот в ГИТИСе Когда мы учились Там все считали себя Талантливыми во всем Вот тут Кто пишет стихи Ой я тоже буду Кто-то пишет Что-то такое там Значит Паразаическое Я тоже буду И мы все тоже Так вот Мы такие все гении Мы все можем Потом только с опытом Ты понимаешь Ты вот туда вот залезаешь Тебе надо там быть Главное чтобы У нас вот в квартете Кстати вот эта вот самооценка И как бы взгляд друг за другом Он очень хорошо развит И мы как-то отсекаем Чтобы вот ну не Кто-то из нас не полез туда Куда не надо Вот такая самоцензура Такое Как говорится В хорошем смысле этого слова Поэтому Например я точно никогда Не буду режиссером Наверное Театральным Я знаю То есть Вот попробую Отдельная профессия Отдельная профессия Да Я наверное Ну не знаю Вряд ли буду когда-то Снимать кино Вот я ушел Мы раньше писали все вместе Я не драматург Ребята все-таки Больше накачали в этом мышцы Я наверное Ничего такого не напишу Кроме может Книги своих воспоминаний Которые назову Квартет я Вот Значит Вот Поэтому есть какие-то Моменты Куда Не всем просто потом говорят Что например Кто-то может мне сказать Мне надо петь Но мне все равно Органично в этой музыке Мне кажется Что я здесь Ну все-таки К месту Наверное Сказать мне что там Как Саниславский Не верю Наверное Ну все-таки Не соглашусь Буду спорить Вот А куда-то лезть нельзя И если не хватит Своих мозгов Мне подскажут друзья И коллеги Вот Как и я им подсказываю Что не надо делать Ну вот так Скажу тебе Программы живые Существуют уже скоро Три года И у нас есть Ну некий свой Если хочешь Такое Сито отбора Коллективов Которые сюда приходят Уже Петь Огромное количество заявок И огромное количество Отказов Вы-то здесь Ну да Спасибо Подождите Не об этом сейчас Квартет «Я» Это твоя книга Я сейчас о себе Я понял Так вот Задача наша В любом случае Привлечь внимание К интересному На наш взгляд Коллективу Прекрасно понимая Что Демидов Бенд Это коллектив Актерского вокала Да Я хочу напомнить Нашей аудитории Аудитории своего радио Программы «Живые» О группе «Бутербродский» К примеру Где поет Паш Майков И когда я узнал Что он поет Я тоже скептически Так подумал Ну как всегда Актерские эти дела Я не хочу называть Фамилии актеров Поющих Которые мне Совсем не близки Я тоже не буду Да Я подумал Ну наверное очередная Какая-нибудь такая Потом послушал И понял Нифига себе Это совсем не то Паша прекрасен В этом образе своем Да Вот в этом своем Амплуа Не только он Они вдвоем хороши очень Та же история случилась И с Демидов Бенд Так же точно Помнится Когда мы познакомились Ты же тоже Пытался мне какие-то песни Свои показывать Я сказал Ладно-ладно Потом послушал Подумал Что-то я зря Так скептически К этому отнесся Это круто Реально круто Но не для всей аудитории Ну так Для аудитории мыслящей Прежде всего К сожалению Вот Тамошняя аудитория Которая была там В большинстве Своем мыслящей Не является К сожалению К сожалению Но аудитория своего радио Аудитория мыслящая Так вышло Что мы собрали Вокруг себя Ну по крайней мере Сейчас Пока так Складывается Из того Что я вижу Из того Что Кого мы знаем Это как раз люди Которые готовы Воспринимать новое Независимо от того Близко им это или нет По жанру По стилю По направлению Более того Даже тут есть Уже несколько признаний О том что Сейчас не помню кто писал Но помню просто По смыслу Что не думал Что эту программу Буду слушать до конца А вот не могу оторваться И все тут А другой человек писал Что не его музыка И не его стилистика Но оторваться невозможно Просто очень любопытно Это очень важный момент Это очень важный момент Когда человек может себе И окружающим В этом признаться Это говорит о том Что вы попали в цель И то что ты делаешь С музыкантами С своими прекрасными Молодыми ребятами Это действительно Находит отклик А раз так То о чем ты мечтаешь Олимпийский Уэмбли Это я шучу Я на самом деле рад Да перестань Нет я шучу А я вдруг всерьез заговорил Нет я всерьез в этом Думаю Как это Где уэмбли В любом случае Все это придет Но я имею ввиду Все это Подчеркиваю В данном случае Вот та самая Необходимая Аудитория Популярность Слово популярность Оно людям творческим В общем не чуждо В твоем творчестве Музыкальном Я в этом абсолютно уверен Потому что Из того что я слышу Из того что я вижу Как откликается народ Есть та самая отдача Которая тебе необходима И она будет в большей степени Уверена Спасибо Почему-то Даже не приходится В этом сомневаться Несколько Спасибо Надо петь Надеюсь Да будем петь Нет я надеюсь Что ты будешь петь Я буду петь Ну не знаю Если только Ну давай Милая да Песня называется Милая моя Ах так Ну поехали Димитов Бен Как всегда живой Звук программы Живые Погнали Прихожу домой с работы Стоп 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 Ты меня Жена Загонишь Гроб 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 Не загоняй Не загоняй Не загоняй С очень недовольным Ты стоишь Лицом На лице сверкает Маска с огурцом Ну не пугай Ну не пугай Милая моя Я не жду твоей ласки Только не встречай Меня в этой маске Ду-ду-ду-дай Ду-ду-ду-дай На свидании Подруга Ну да ну Говорит Брасай свою жену Да ну Не предлагай Не предлагай Я же знаю хорошо Свою жену Но зачем мне Добавлять Еще одну Не добавляй Не добавляй Милая моя Погоди Постой Не пытайся Стать очередной Женой Ду-ду-ду-дай Ду-ду-ду-дай Не пойму Ну что за ерунда Да-да-да Ты зачем Залезла Блин туда Да-да-да Не залезай Не залезай Я тебя просил Его не брать Не брать Сколько это Можно повторять Ну не читай Ну не читай Ну не читай Милые мои Подруги Жены Не смотрите В наши Телефоны Ду-ду-ду-дай Ду-ду-ду-дай Как же с ними Жить не понимаю Я И растет стена Непонимания Не понимай Не понимай Лишь один приходит В голову Ответ Все в порядке Только с той Которой Нет Так что мечтай Просто мечтай Милая моя Приходи ко мне Два часа ночи Как обычно Во сне Ду-ду-ду-дай 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 Спасибо Песня написана На основе реальных событий Нужно писать в клипе Который будет снят на этой Кстати клипы есть? Да Есть клип Иван Дурак Мы правда сейчас не исполняем эту песню Где-то там в интернете болтается Значит Не виновата песня Есть клип С Ноной Гришаевой Из квартета мы кстати Есть клип на песню По мотивам фильма Разговор мужчин О чем говорят мужчины И вот буквально С 30 на 31 декабря Мы сняли клип На песню Веронию любви Которую мы сейчас В соавторстве с Юрием Тренькиным И со всеми моими ребятами Вот в музыкальном смысле Значит на который мы сняли клип С 30 на 31 декабря Нет С 29 на 30 декабря В парке Горького И снял ее Андрей Иосифов Вот это сын того Дима Иосифова Который играл Буратино Приключение к Буратино Он сам режиссер Дима Иосифов А его сын оператор Вот и он как режиссер здесь выступил Это можно эту песню Этот клип посмотреть в ютюбе Она так и называется Ирония любви Александр Зимидов И сняли мы летом Клип на песню Вечность Которую сегодня исполним В Казахстане В городе Алматы В 150 километрах От города Сегодня день Казахстана Я тебе скажу на радио Потому что у нас сегодня В программе На цветы пустыни У Бронемира Была история Целый час посвящена Музыке Казахстана Именно Рок музыки И ты сегодня Я Алматы Передаю огромный привет Там ребята просто Дали денег И пригласили Разместили И мы на эти деньги Сняли клип Накормили Напоили Обогрели И съели все Что они нам дали И выпили Вот И на уровне 3000 над уровнем На уровне 3000 над уровнем Мы снимали этот клип Практически на границе Вот Нас там пограничники гоняли Мы сняли его Тоже можно найти В ютубе В ютубе Как правильно говорить Вечность Александра Демидов Так что клипы есть Мы еще будем снимать Слушай У меня есть один вопрос Он касается не тебя Он касается одной Из твоих Партнерш Так Ноны Ноны Вот лет 5-6 Мучаюсь этим вопросом Хочу понять для себя Короче Вели мы с ней вместе Какой-то корпоратив Какому-то банку Сколько-то лет 15-20 Сейчас не вспомню Какому-то банку Вели мы этот корпоратив И походу Как всегда Мальчик-девочка Какие-то части Ведет она Какие-то я Какие-то совместно И там вдруг Не вдруг А собственно по сценарию Запланирована была история С залом работать Ну то есть там Какие-то конкурсы провести И так далее Она мне Говорит Сень Знаешь Давай ты приведешь А то я импровизировать Не умею Скажи мне пожалуйста Умеет ли Гришаева Импровизировать Или она меня Тогда просто Тупо сделала Тупо сделала Импровизировать умеет Просто Тупо сделала И тупо устала Могла бы мне сказать Прямо Что просто устала Я же поверил Я потом С одной стороны Это ладно Я провел все это дело Прошло все достаточно Неплохо Другое дело Что я все эти годы Мучился мыслью Как же так Такая актриса шикарная И совершенно не умеет импровизировать Нет умеет Мы с ней столько спектаклей отыграли И столько разговоров Поговорили Переговорили В общем она меня просто сделала Давай-ка петь дальше Время уходит А хотелось бы еще чем-нибудь послушать Ну давайте спаем песню Вечность Собственно говоря Ты ее уж как-то упоминал Да я ее упоминал На нее есть клип Я уже говорил Где мы уже снимали Вопрос На каком уровне Сколько метров Вот Песня называется Вечность Как всегда Живой звук Программе Живые Здесь сегодня Демидов Бэнд Поехали Топ-топ Бегу по дороге Несут меня ноги По длинной дороге И длинная эта дорога Мой жизненный путь Топ-топ Бегу по дороге Бегут мои ноги По скользкой дороге И с этой дороги Задача моя не свернуть Любая дорога Конечно имеет начало И точно не каждый В итоге дойдет до финала Дорога она Не вселенная, не бесконечность Мы идем в вечность Мы идем в вечность В людских отягущих и толпах бегущих Вопросов так много, отдали дорога Осилят ли ноги такие дороги И может смириться и остановиться Дорога на не вселенная, не бесконечность Дорога на не вселенная, не бесконечность А мы идем в вечность Мы все идем в вечность Мы все идем в вечность Топ-топ, ямы завалы волочатся, ноги и тело устало И сколько еще мне идти, я понять не могу Стоп-стоп, шрам и провалы не видно Уже ни конца, ни начала Я должен бежать, и я знаю, что я добегу Ведь я иду в вечность И ты идешь в вечность Мы все идем в вечность Мы попадем в вечность И каждый идущий, конечно, об этом же знает Что легких путей и легких дорог не бывает Дорога она не вселенная, не бесконечность А мы идем в вечность Мы все идем в вечность Мы идем в вечность Мы все идем в вечность Мы все идем в вечность Мы все идем в вечность В свое радио В вечность Мы все идем в вечность Вот скажите, что у меня нет вокала Как орала, орет зато нормально Знаешь, я подумал, не так мы радио назвали На самом деле, радиовечность звучит гораздо круче В серьез Смотри, что пишут по этому поводу Сергей Понтюша, например, шикарная песня Юлия Усова знала, слышала только эту песню Вот сейчас оказывается, что она же самая любимая из услышанных Алекса пишет Слушаю живых давно, многое нравится Но не все идет в плейлист Но эти пойдут туда однозначно Мы пошли То есть у вас плюс три поклонника, как минимум Да-да-да Сегодня, шучу-шучу Очень хотелось бы, чтобы их становилось сегодня Больше, больше, больше и больше Опять же, вот посмотри Если мы говорим о том Не я придумал, не мои слава Артист, вообще творческий человек Это в некотором смысле нарцисс Ну, правда же Каждому из нас Есть определенный Самолюбовый Ваня Е Я заканчиваю, буду за тебя, если хочешь Начинаю, я заканчиваю Кроме всего прочего Та же мамочка мне все время говорила Что вообще-то актерство Это женская профессия И мужчина-актер Это, в общем, большей частью По своему мироощущению И надрыву к внутреннему, душевному Это больше женщина, чем мужчина Ну да Согласен ты с этим? Нет, я же сказал, что я не актер Ненастоящий Тебе легко отмазываться от всего Я не настоящий актер, не настоящий певец Но настоящий человек же Настоящий человек, вот это и важно Творческий, я за творчество Я за со-творчество, я за энергетику Которая, несмотря на то, что У меня нет голоса, допустим, да Я, может быть, не настоящий артист Энергетика, я уверен, моя передается через И экран, и через Микрофон Как и музыка Ребят, которые мне помогают это донести И энергетика, это самое важное Какое бы ты ни был, в каком состоянии энергетика Энергетика Значит, поклонников нам больше Намного больше, чем три прибавилось Я уже накачал себе все, что нашла, пишет Наташа Накачала все, что нашла Два часа качалась Накачала все Максим Васильев очень хороший анекдот вспомнил Сидит Кай у снежной королевы, перед ним кубики с буквами А, О, Ж и П Королева Кай Ты о чем думаешь? Кай, да вот, как из этих букв сложить слово вечный Ничего личного, просто вспомнил Да, кстати, хороший анекдот На самом деле, у нас времени остается еще на пару песен буквально На пару? А чего? Ты хотел больше? Нет, я наоборот уже хотел заканчивать Но с удовольствием спою что-нибудь еще Ты посмотри, он хотел уйти Ей не нравится? Мне очень нравится Просто мы как-то в том часе пять пели Я подумал, что... Нет, вообще мы обычно должны по шесть петь По шесть По-моему, шесть, может быть Все правильно, мы так и должны были Давайте споем «Геронию любви» и так далее Давай, а почему нет? Просто она у нас еще не готова Мы споем в акустическом варианте, но споем Окей Это уже в творчестве с Юрией Тринкеном Это совсем-совсем свежачок Свежачок, да Вот клип, который можно посмотреть Ну окей, с удовольствием, давай Я увидел утром снег Белый снег в свое окно Шел по снегу человек Человеку все равно То ли радость, то ли грусть Мне сегодня не понять Слезы льются, но и пусть Я хочу тебя обнять Я не знаю, как дела Может, это просто сон От меня опять ушла Та, в которую влюблен И банальные слова Я не буду говорить Я не прав, ты не права До подъезда проводить Ой, вековая правда Да зимняя сказка Сколько историй Но какая развязка Снег хрустит Правит улицей подругой гриф Шарф завязать Не забывайте потуже Чтоб не продрогнуть В эту зимнюю стужу Снеговик Улыбается солнцем Он не знает, что солнце Я увидел утром снег Как нетронутый листок И оставил человек На снегу том пару строк Написал шагами он Умоляю, позвони Затоптали телефон Затоптали телефон Потяну, тянулись дни И на фоне вечных тем Города года слились Он не стой, она не стем Их дороги разошлись За плечами много лет Взгляд из-под усталых век А ее все нет и нет Только белый-белый снег Ой, вековая правда Зимняя сказка Сколько историй Но какая развязка Снег хрустит Правит улицы На студой гриф Шарф завязать Не забывайте потуже Чтобы не продрогнуть В эту зимнюю стужу Снег хрустит Улыбается солнцем Он не знает, что солнце Ой, вековая правда Зимняя сказка Сколько историй Но какая развязка Снег хрустит Правит улицы На студой гриф Шарф завязать Не забывайте потуже Чтобы не продрогнуть В эту зимнюю стужу Ты хочешь сказать Что это была импровизация? Была импровизация полная Ай, браво Потому что Ребята реально подключились А потому что Эта песня пока существует Только в таком В виде записи И в виде клипа А мы еще на концертах Пока не Круто и было неожиданно Акустика Акустика Бабах И пошла нормальная Ритм секция Я и подумал Кто кого тут хотел надуть-то А вот ребята Круто Ребята, это же ребята Это же мальчишки Мальчишки Круто, круто, круто Катюха Кулай пишет Действительно настоящий человек Эта песня полная Тому подтверждение Такие эмоции Такая искренность В глазах В сердце Это тебе комплименты говорят Спасибо Александр Сазанов Местами, однако Проступает Глубина в текстах Посреди ироничного Да несерьезного О серьезном Мне кажется Только с иронией Надо говорить Абсолютно Иначе тогда мы Погрязнем вообще В проблемах сплошных Спасибо Демидов Бен Спасибо живые Свои Мега позитивные эфир Интересные разговоры В студии Своего радио Летяников Но смотри Я надеюсь Сегодня не три Появил в себе Да больше Благодаря тебе Да нет Благодаря тебе На самом деле Очень мало площадок Это сейчас не то Что хвалит петух Под эту кукушку Или кто там Кукушка петуха Тогда ладно Я буду кукушкой лучше Хорошо Я буду Петуха Спасибо Значит За то Спасибо большое За то что пригласили Потому что Площадок на самом деле Где дают высказаться Очень мало Вот осталось Практически Их можно вот Как ты Раз два три четыре Пересчитать по пальцам Да Ну раз пошла такая У нас волна Эмоциональных Эмоциональных Признаний Андрей Демян Ух ты Андрей Внимание Сижу и слушаю Я радио свое Демидов Бэнд Играет на всю громкость Задал вопрос И вот те Ё-моё Сам для себя Поймал неловкость Обидеть не хотел Ни в коем разе Но стал на полчаса Эфира я звездой Дальше рифом просится Да И по делам такому Мне заразе Радуй наше уши Саша Пой Хорошо Человек извиняется Таким образом Нет-нет Я же Это тоже Вплетают Живые В живое Так сказать Я когда читал Это стихотворение Я не видел глазами Что ниже Но когда дошел до слова Я звездой Честно говоря У меня так внутренне Напряжение случилось Я подумал Я бы запикал тебя Улица курица Вот та самая рифма Может случиться Слава богу нет Андрей Замечательный человек Судя по всему Человек добрый Открытый Я сделал ему рекламу Такую И его городу Конечно Так что все сложилось Слава богу хорошо Ну что братцы Одна песня еще осталась А давайте споем Люби Ах сколько Подожди Сколько она по хронометрам А она по хронометрам Может длить сколько угодно Вот это очень хорошая Потому что это интернет песня Я понял Тогда я тебе потом Интерактив Дам понять Что надо заканчивать Да я понял Окей Тогда вот что У нас как обычно В конце эфира Я сообщаю Кто у нас завтра В программе живые Завтра группа Маленин Это англоязычная Сразу скажу творчество Абсолютно иная музыка По стилистике Очень глубокая Необычная С хорошим евросаундом Ну это для гурманов Предупреждаю сразу Спасибо большое А кстати Древо о котором ты говорил Генеалогическое Не путай с гинекологией Вот Так я говорю Что там многие путают Если ты думаешь Ты меня вспомнил Когда вы Не там вышли Да нет Я просто Я просто Я всегда боюсь ошибиться Я просто Заготовил эту историю Под финалочку Думаю Да я тебе помогу В конце уже Разобраться В этой теме Спасибо большое Ребята Вы классные Саша Огромное спасибо Спасибо Не останавливайся Не уходи из эфира Ты понадобишься В этой песне Я? Да Потому что мы поем с залом И я там задаю вопросы Так а я Какое отношение к залу А ты сейчас тоже Как публика Иногда выступаешь Слушаешь меня Ладно Я попробую конечно Не ручаюсь за себя Всем пока Будьте здоровы До завтра Как называется песня? Люби Хорошо Это с удовольствием Это даже не песня Это куплет Это с удовольствием Погнали Под финалочку Поехали Мы этой песней Заканчиваем Свои концерты И называется она Люби И я всегда говорю Текст Который придет мне в голову Что такое любовь Для меня Мы сегодня об этом говорили Сколько она длится С чего состоит Это слово И что в него Вкладывает каждый человек Ну для меня Любовь это до сих пор 44 года Что-то непознанное Недостижимое И непонятное Но при этом Это какой-то океан эмоций И море слов Люби Люби Жизнь без любви горька И без любви глотка Невыносимо жить Любовь Любавь Жизнь очень коротка Даже Только люби пока Можешь еще любить Любовь это музыка и это энергия А сейчас споем любви Жизнь без любви горька И без любви глотка Невыносимо жить Люби Жизнь очень коротка Только люби пока Можешь еще любить И на концертах про любовь говорят многое Для кого-то это жизнь, для кого-то это вечность Для кого-то это семья, для кого-то это секс Для кого-то это пространство Для кого-то это что-то маленькое Для кого-то очень большое И я, так сказать, хожу по залу И собираю эти слова любви Наполняясь этими словами сам Наполняясь той любовью Тех зрителей и той публики Которая пришла ко мне на концерт И мы наполняем людей, которые пришли к нам А они наполняют нас Так что любите, друзья мои Любить Жизнь без любви горька И без любви глотка Невыносимо жить О-о-о-о-о люби Жизнь очень коротка Только люби пока Можешь еще любить Спасибо Семену Чайке и своему радио С вами Рабалт И вас была сегодня весь вечер Группа Демидов Бэнд Александр Демидов, артист, актер, который запел И еще немножечко пишет стихи И снимается в кино Спасибо большое Любите, будьте любимыми Любить Жить без любви, как так Дарим порогу Не выносимо жизнь Не выносимо жизнь Любить Жизнь очень коротка Только люби пока Можешь еще любить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова